Microsoft как Thanos продолжает собирать игровые компании. Глава Intel заявил, что AMD навсегда осталась в зеркале заднего вида. ФСБ по просьбе США задержало самых известных российских хакеров, а у Arctic протухла термопаста. Разработчик Эльбрусов предупредил об угрозе национальной безопасности. Компания МЦСТ, которая их производит, бьет тревогу. Все из-за того, что производители смогут и дальше выпускать российские компьютеры, на иностранных процессорах. Обязательное использование отечественных чипов планируют отложить до 2024 года. Вводят бальную систему оценки техники, и даже после 2024 допустимый балл можно будет набрать без использования российских чипов. Как заявили сами разработчики, если российские CPU не сделать обязательными для отечественных ПК, их никто не купит. Правительство России уже нашло выход и предложило Acer, Lenovo и HP выпустить ноутбуки с российскими процессорами Байкал. И те вроде даже не против. Так что, возможно, уже в этом году получится зачем-то заиметь себе ноутбук с отечественным чипом. Мы ждали это со времен СССР. Криптовалюты и майнинг в России в скором времени могут запретить. И это не очередной слух. Банк России выкатил аж 37-страничный доклад, почему криптовалюты зло. Если кратко, с их помощью финансируют нежелательные организации и СМИ-инагенты. Поэтому по заветам РКН предлагается рубить с плеча, запретив любые работы с виртуальными монетками. И если в Китае растянули этот процесс на год, то в России все может произойти одномоментно. Спасибо в этом товарищу майору. Именно ФСБ, по слухам, убедила главу Центробанка Эльвиру Набиулину поддержать полный запрет. И хотя никакой закон еще не принят, уже начались проверки некоторых криптообменников под предлогом защиты пользователей. Проблемой тут могут стать соседи по СНГ. Чтобы все сработало, нужно убедить и других участников Союза запретить оборот криптовалют. И вряд ли Казахстан, вторая страна в мире по добыче биткоин, легко согласится. Беларусь и вовсе поддерживает криптовалюту на государственном уровне. Что касается рынка криптовалют, то тут все ожидаемо. Если достаточно слов Маска в Твиттере для его подъема, то ровно так же достаточно доклада Центробанка для падения. Минус 5-15% за ночь. Что ж, возможно, именно Россия в итоге станет страной, которая остановит очередную волну майнинга. Криптовалюты и их майнинг приводят к дефициту видеокарт, программного обеспечения. И в результате это оказывает существенное влияние на цены данных товаров. Интересно, куда в случае запрета в этот раз побегут майнинг? Как вы знаете, Тесла это не просто автомобиль, это компьютер на колесах. Железо внутри может запускать игры и даже майнить. Не так давно младшие модели начали комплектоваться процессорами AMD Ryzen, из-за чего Tesla Model 3 стала проезжать на 22 километра меньше. Может, в этом есть и плюс. Владельцы из Канады, где сейчас морозы под минус 30, жалуются на собачий холод в салоне. Установленные в автомобилях тепловые насосы не справляются со своей задачей. Возможно, запуск God of War во время езды на новых Ryzen исправит ситуацию. Кстати, лучшую игру всех времен и народов портировали на ПК очень достойно. Никаких проблем с производительностью, в игру можно поиграть даже на интегрированной графике. Новинка запускается на Windows 7, поддерживает сверхширокие экраны и высокую частоту обновления. ПК-версия God of War получила улучшенные тени и эффекты. В Steam аж 96% всех отзывов положительные, а такое с AAA-проектами сейчас случается редко. И если у вас сейчас нет 3000 рублей на официальную версию, по секрету скажу, что игру уже можно забрать на бесплатных торрент-распродажах. Запрещенные сайты на территории Российской Федерации. Microsoft понимает, что игры — это золотая жила и явно нацелилась на захват рынка. В сентябре прошлого года компания купила холдинг Zenimax Media. Мы знаем их как Bethesda. Теперь будущие игры линеек Fallout, Quake, Doom будут выходить под лейблом Microsoft. И вполне возможно, что только под Xbox и Windows. Но одной студии, Филу Таносовичу Спенсеру, оказалось мало. На днях стало известно, что Microsoft хотела купить игры Mail.ru, но у нее не хватило денег и пришлось взять Blizzard всего за 68 миллиардов долларов. Главу Activision Blizzard Бобби Котика увольняют, а бывший президент по играм в Microsoft стал генеральным директором подразделения Microsoft Gaming. Глава всех игровых студий. Чего уж тут мелочиться. Так что теперь в Перчатке Бесконечности появились новые камни. Игры таких серий, как Call of Duty, Warcraft, Diablo и Overwatch. У Габбена появился достойный преемник. Пока еще свободная украинская студия GSC Game World, разработчик Stalker 2, объявила, что весной этого года игра все-таки не выйдет. Ее перенесли на конец года. И хотя в интернете много слухов, что ее перенесли аж на следующий 23 год, разработчики утверждают, что они успеют, просто они желают сделать офигительный проект. Будем надеяться, что фанатов они не расстроят. За чередой обсуждения CS и других ярких новостей мы совсем забыли про совершеннолетие Википедии. 15 января ей исполнился 21 год. Это один из тех сайтов, который стабильно выходит в десятку самых посещаемых, и поэтому не нуждается в представлении. 50 миллионов статей, 300 языков – это самая глобальная энциклопедия, созданная человечеством. Если перенести все ее материалы на бумагу, то потребуется аж 2800 томов. Одной полкой тут точно не обойдешься, даже если собрать только русскоязычные статьи. А все благодаря тому, что в 2001 году Джимми Уэллс и Лэри Сенглер решили создать бесплатную свободную онлайн-энциклопедию, куда может писать абсолютно любой человек. И эта идея прижилась. Так что, студенты и школьники, вы знаете, кого благодарить за свои рефераты и курсовые. Только сноски из копипасты удалять не забывайте. А пока мы имеем возможность бесплатно получать доступ к массе полезной информации в интернете, Роскомнадзор продолжает наводить в нем свой порядок. С 1 января в России вступил в силу так называемый закон о приземлении. Иностранные компании с аудиторией свыше 500 тысяч пользователей в сутки обязаны открыть представительство и зарегистрироваться в системе Роскомнадзора. Разумеется, крупные компании терять российский рынок не намерены. Первой, как обычно, стала Apple, открыв личный кабинет на сайте РКН. Второй — соцсеть Лайки. Ну а теперь решил подчиниться и Вайбер. Скорее всего, в ближайшее время приземлится и Google, и Мета, и другие крупные компании. Скоро исполнить мечту и устроиться работать в офисе крупной иностранной компании с кулером и столом сможет каждый россиянин. В одном кабинете с товарищем майором. Но вернемся к компьютерам, а точнее к процессорам. Активное обсуждение новых Эльдер Лейк и не думают стихать, особенно если учесть, что их подогревает сам директор компании Пэт Галсингер. Он взял, да и сказал, что с выходом процессоров 12-го поколения AMD находится в зеркале заднего вида и никогда более не появится перед ветровым стеклом. Мы просто будем лидировать на рынке. Смелое заявление. Эффект от такой фразы описывать нет смысла. Споры AMD или Intel всколыхнулись с новой силой. Но надо отметить, синие случайно, а может и нет, сделали свои новые процессоры интересны в глазах пользователей. Алды помнят, что из-за бага любые Skylake можно было гнать по шине на платах с чипсетом Z170, что легко превращало простенький i5-6400 в топовый i5-6600. Как оказалось, у свежих Эльдер Лейк такой же баг, даже глобальный. Все дело в том, что некоторые платы на LJ1700, в основном от Asus, имеют внешний тактовый генератор, что позволяет разгонять любые процессоры. И это проверено на практике. Известный оверклокер Роман Дербауэр получил на i5-12400 аж 5,2 ГГц по всем ядрам. Более того, для этого даже не нужна топовая материнка на Z-чипсете. Подойдет и более дешевая B660. Разумеется, с апдейтами BIOS эту дыру могут закрыть, но никто не мешает не обновляться. Так что младшие Эльдер Лейк, которые и так выглядят вкусно в сравнении с аналогичными поядрами и более дорогими Ryzen, стали еще интересней. А как мы помним, при разгоне процессоры Intel начинают есть как не в себя. Так что выбор хорошей термопасты становится очень важным. Многие знают и любят компанию Arctic за их MX-хладомази, которые считаются одними из лучших на рынке. Но не в этот раз. Представители Arctic сообщают, что их подвальные алхимики что-то не так намешали, и несколько партий их новенькой голубенькой MX-5 стали быстро сохнуть. Разумеется, компания отозвала все остатки, которые могла, а покупателям соболезнует и рекомендует написать в поддержку, дабы получить новенькую хладомазь на замену. И раз мы уж заговорили про комплектующие, придется задеть больную тему видеокарт. И тут ситуацию можно описать не иначе, как пир во время чумы. Сами посудите, пока большая часть пользователей не может купить себе даже RTX 3050, первую партию которых в Японии по 34 тысячи за штуку с мили-моментом, компании готовят жирные версии и без того максимальной RTX 3090 Ti. Так, топовая MSI Supreme получит теплопакет в 480 Вт, и для нее рекомендуется блок питания на 1 кВт. А пара инсайдеров в Твиттер раскрыли, что RTX 4090 и ее Ti-версия будут иметь теплопакет аж в 600 Вт. Тут даже как-то с грустью вспоминается, что до сих пор мощный бывший флагман GTX 1080 Ti потребляет всего 250 Вт. На другом конце рынка все тоже печально. Nvidia решила пробить дно и выпустить GT 1010. Видимо, для тех, кому 10.30 за 10к дорого и мощно. А если серьезно, наличие такой карты на рынке вызывает много вопросов. Ведь ее первые тесты показывают, что современные интегряшки от AMD и даже Intel быстрее. Также первые тесты показывают, что новенькая антимайнерская RX 6500 XT выступает даже хуже, чем ее предшественницы. Вот такой отрицательный рост. Впрочем, за 18 тысяч рублей все равно хорошо. Правда, за такие деньги их смели в ДНС за секунды. Ждем на Авито по 30 тысяч. Цены на видеокарты вывели лутбоксы на новый уровень. На японском Амазон предлагается заплатить 120 долларов за так называемый Lucky Box. Такое казино дает 2% шанс получить новенькую RTX 3000. Прям как в реальной жизни. При этом 86% видеокарт будут откровенным хламом уровня GT 710 и даже хуже. Но давайте отвлечемся от грустных мыслей и отправимся в космос. На слуху у всех преемник великого Хаббла телескоп Джеймса Уэбба. Спешим доложить, у него все хорошо и даже отлично. Астрономы смогли сэкономить его топливо, так что теперь он сможет проработать не 5 лет, как планировалось, а целых 20. И пока все идет по плану. Телескоп на всех парах летит в нужную точку. Все зеркала и прочие приборы реагируют как надо. Будем надеяться, что Уэбб порадует нас, как и Хаббл, и позволит больше узнать о далеких звездах и планетах. К слову о последних, небританские ученые выяснили, что на суперземлях, твердых планетах больше нашей Земли, у жизни больше шансов развиваться из-за более стабильных и мощных магнитных полей, так как ядра таких планет остаются жидкими на дольший срок. И это отличная новость, мы знаем уже десятки суперземель, так что шанс найти братьев по разуму неплохо вырос. Но разумеется, к зеленым человечкам надо будет как-то лететь, и для этого астрофизики составили самую полную на данный момент 3D-карту Вселенной. В рамках проекта DESI были оцифрованы 7,5 миллионов галактик на расстоянии до 5 миллиардов световых лет от нас, в сторону созвездия Девы. И это только начало. К 2026 году нам обещают карты на 35 миллионов галактик, вплоть до 11 миллиардов световых лет, что уже сравнимо с возрастом самых старых звезд. К слову, картами у нас занимаются не только астрономы. Варшавские географы составили полную карту мира Ведьмака. Ее составляли по книгам, играм, комиксам и сериалу от Netflix, так что она максимально детальна. И доступно бесплатно в интернете, ссылочка будет в описании. Будете переходить, не забудьте поставить лайк. Ну а пока вы считаете, сколько километров прошел Геральт в поисках Цири, завершилась карьера хакеров Revell. Эти ребята необычные кулс-хакеры, требующие на ломаном русском рассказать им свой пароль от ВК. Своими взломами они обеспечили себе известность во всем мире. В прошлом году они взломали Acer и поставщика Apple, требуя 50 миллионов долларов за данные. Более того, жертвами их атак стали даже Дональд Трамп, Леди Гага и Мадонна. Но теперь все. США попросила Владимира Владимировича их устранить. В результате спланированной операции ФСБ в нескольких регионах России были повязаны все ее члены. Станут задержанные хакеры безопасниками Сбербанка или получат очередное воинское звание, пока неизвестно. Но, похоже, сейчас не обязательно становиться хакерами, чтобы разбогатеть. Такие деньги можно заработать вполне легально за свои фотографии. И речь идет не об OnlyFans, а о NFT. Как вы знаете, расшифровывается это как невзаимозаменяемый токен. И, по сути, это информация о праве владения виртуальной вещью, записанная в блокчейн крупной криптовалюты. И изначально интересная идея превратилась просто в фарс. Студент из Индонезии заработал миллион долларов, продавая свои фотографии в виде NFT. Он делал одинаковые фото перед компьютером на протяжении пяти лет обучения в университете, чтобы потом собрать из них таймлапс. Узнав про NFT, индонезийцы решили заработать на своих фотографиях, в которых скопилось аж 933 штуки, и выложил их на аукцион OpenSea. И если сначала никто их не покупал, то через пару недель на них обратила внимание местная знаменитость. Итог. Некоторые фото ушли аж по три тысячи баксов за штуку, а суммарный заработок составил миллион долларов. И это не единственный курьезный момент. 12-летняя американка напродавала собственноручно нарисованных портретов длинноволосых женщин на полтора миллиона долларов. Ее сверстник из Лондона поднял 350 тысяч долларов на NFT стикеров котиков. Да, мир сошел с ума. И сразу вспоминается обратная история, которую мы недавно опубликовали в нашем сообществе ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Там группа криптоинвесторов, теперь это так называется, решили купить редкую книгу по вселенной Дюна, отсканировать все листы, потом сжечь ее и продавать каждый листик как отдельный NFT. Соответственно, заработать много денег. Купили они ее за 3 миллиона долларов, но только потом узнали, когда они стали кичиться этим в Твиттер, что эта книга на самом деле не права собственности, а просто отдельная книга. В общем, парни за 3 миллиона купили книжку. Вот такие истории тоже бывают. В общем, друзья, такие новости. Не забывайте, что в описании есть ссылочка на наше сообщество ВКонтакте, а еще она где-то здесь вот сейчас появится. Меня зовут Михаил Крошин. Спасибо, что досмотрели до конца. Лайки, комменты туда, мы все прочтем. Еще увидимся. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok